Значит, мы продолжим законы Песах. Эра в Песах. Значит, это Шаббат. Во-первых, будет Шаббат Агадоль. Уже Шаббат Агадоль начинается. И почему он называется Шаббат Агадоль? Из-за чудесов, которые произошло с еврейским народом. Что Бог приказал евреям, чтобы они взяли барашку и завязали около своей кровати. И что стало? Египтяне, как бы барашка, это был их бог, египетский бог. И египтяне ничего не сделали. Они видели, что евреи делают с этим барашком, но они не вышли против евреев. И вот это тоже считается как чудо. Это считается как чудо. Поэтому называется он как Шаббат Агадоль. Из-за чуда такое произошло. И это было в пятницу, наверное. Это было, да, на Шаббат. И поэтому тоже называется Шаббат Агадоль. Еще другая причина, почему называют Шаббат Агадоль, потому что дают... Раба дают дроша, дрош мете, а более законы Песах и так далее. В этом году, да, Шаббат, Песах заходит Шаббат, да, поэтому день до Песах, это будет пятницу, в четверг вечером, нам надо делать битикат хамец, проверку, проверить весь дом, чтобы, чтобы как бы уточнить, что нет никакого хамеца нет у нас дома. Даже если мы убрали весь дом, мы почистили дом, и все чисто-чисто-чисто, я знаю сто процентов, что мой дом чистый. Все равно мудрецы сделали правило, что день до Песаха, значит, 14-го Ниссана вечером надо сделать битикат хамец, проверку хамеца. Значит, как делают, берут свечку и как бы тарелку, говорят благословение, аль беру хамец, и идут с этой свечкой проверять все комнаты, все комнаты. Теперь, не надо, конечно, выключать света, не надо выключать, потому что мы делаем проверку, нам надо везде-везде все комнаты проверить, все шкафы надо проверить, все шкафы, где мы оставляем хамец, все везде надо хорошенько проверить. Сумочки надо проверить, иногда мы там забываем, там шоколады забываем, или конфеты забываем, или жвачки там забываем, да, если это наденем на Песах, и потом проверяем карманы, и там находим и жвачки, и конфеты, и шоколады, и так далее. Поэтому надо все-все вот это проверить. Если человек боится пользоваться свечку, тогда можно взять также и фонарик, с фонариком можно проверить. Если у нас в Минхак прятается 9 кусочков хлеба, кусочки хлеба, 10, именно 10 кусочков хлеба, и перед как говорит благословение, как говорит благословение, мы прячем вот этот хлеб, потом говорит благословение, и проверяет, ищем, проверяем весь дом, и так же ищем вот эти хлеба. Но не обязательно только это хлеба надо искать, надо проверить весь дом, что главное, надо проверить весь дом, чтобы уточнить, что нет у нас хамец. Все, дом у нас чисто-чисто, от всего хамеца. В прошлом году, если вы помните, я вроде 9 нашла, а вообще было 9 или 10, но было как-то... И потом, после этого мы делаем битуль, битуль хамец. Битуль хамец, это обозначает, что, как вы сказали, хамец, который я видел или не видел, пусть будет как прах земли. Да, и этот, это очень, как бы, мы должны вот эти слова сказать, что хамец, который, вот, значит, мы говорим, что всякое квасное, да, закваска, находящая в моем распоряжении, которое я не видел и не уничтожил, да будет аннулированной, подобно пыли земной. Вот эти вещи мы говорим на иврите, но также надо сказать на русском или на языке, который человек понимает, на английском или на бухарском, чтобы, потому что это не просто молитва, а это мы говорим, и мы должны по-честному, как бы, иметь в виду, да, you know, after a minute, не просто читать. А потом спрятать надо хамец это, следующий день, следующий день весь хамец, который мы нашли, или весь хамец, который остался, можно сжечь. Надо принести в синагогу и сжечь этот хамец или уничтожить этот хамец. И после, как мы сжигаем этот хамец, мы тоже говорим, что хамец, который я видел и не видел, уничтожил или не уничтожил, да, пусть будет как прах земли, еще раз вот это три раза надо сказать. И, значит, хозяин дома должен это сказать. Если, например, мужчины нету, тогда женщина может сказать. Если, например, кто-то не может проверить свой дом, и он говорит другому, пожалуйста, проверь мой дом за меня. Так что тот, который проверил, вот как проверил, он должен хозяину сказать, а теперь хозяин, ты скажи вот этот битул, слова. Почему? Потому что это же не мой хамец, это его хамец. Я проверил, да, я помог ему проверить, но он должен сказать вот эти слова. А если он не хочет говорить, надо ему объяснить это. И человек, который делает проверку, он тоже может за него сказать. И сказать, хамец такого-такого человека пусть будет как прах земли. А если ты на пару дней раньше уйдешь из этого? Окей. Хамец, да. Хамец, это такая интересная вещь, что в Торе написано у нас, что хамец не только на Песах нельзя кушать, но день до Песаха уже запрещено кушать хамец. Хлеб? Хлеб, да. Все равно еще можно иметь как имущество хамец. Окей. Значит, один час до полудня уже так же надо как бы сжечь весь хамец, чтобы человек не имел никакой хамец у себя. И, значит, пятницу после полудня или после как запрета, время запрета, когда нельзя, я просто точно не знаю, я не говорю вам, когда уже нельзя, я в Шаббат, Худалхат, я вам скажу точно, когда нельзя будет кушать хамец и когда, с какого момента уже надо сжечь хамец. И человек, и все уже, уже нельзя будет никакой хамец, значит, пятницу после как запрета этого, со временем, как уже нельзя будет кушать хамец, хамец на Мехуран, и также мацу нельзя будет кушать. Да. Мацу тоже нельзя будет кушать, да. А как бы до 12 ее можно еще покушать, да? Мацу тоже нельзя, мацу совсем нельзя. Мацу день до Песаха нельзя уже, запрещено кушать по закону. Но какую мацу можно кушать, сейчас можно еще, по закону сейчас можно еще. Некоторые имеют мельхак, яхро мельхак даранки, смесь с нисан уже не кушают, с расхода, что нисан не кушают. Но по закону, по закону можно кушать только день до Песаха нельзя кушать мацу. Но эгмаца, эгмаца можно будет кушать день до Песаха, вот это день до Песаха, или когда запрещено кушать хамец, эгмаца разрешено. Почему? Потому что с эгмаца человек не может сделать, исполнить митцву, мацу. Почему не может? Потому что маца, это обозначает, маца должно иметь только вода и мука, вода и мука. А эгмаца имеет там сок, и яйцо имеет, и больше чем. Это не хамец, это не хамец, его делают за 18 минут, но это не считается хамец. Ашканазы, например, не кушают эгмаца, запрещено им кушать эгмаца. Только старики кушают или маленькие дети кушают. Этот взрослый совсем его не кушают, эгмаца. Но мельхак с варадим, обычай с фальских евреев, кушает эгмаца, так что по закону можно кушать эгмаца. И, как я сказал, когда запрещено кушать хамец, можно будет кушать эгмаца. Окей. Это вот это, что называется маца ашира, богатая маца. Богатая маца, это эгмаца. Окей? А как называется маца простая маца? Называется лехомони, хлеб бедных. Почему? Потому что бедный не может там сахар или масло, или яйца, или сахар, да, чтобы было в его тесте. Это как бы хлеб богатых. Окей. Значит, вечером, вечером мы начинаем с эдер, да, в пятницу вечером начинаем с эдер. И так как первый вечер начинается на шаббат, да, начинает с эдер, да, начинает с эдер, да, и все продолжает, как написано в хагадах. Каждый человек должен иметь, должен выпить четыре бокала вина, все, и мужчины, и женщины. Все должны, обязательно должны выпить четыре бокала вина. Греб-джюс тоже может? Или греб-джюс, конечно, да, или вино, или греб-джюс. Если, например, по какой-то причине человек, он диабетик, нельзя ему сладкое пить, нельзя ему вино, например, пить. Или врач запретил пить вино или греб-джюс. Запрещено. Так что этому человеку не надо ничего пить. Все, потур. Почему? Потому что он, если он будет пить, он заболеет. И поэтому люди, которые могут пить вино, или те, которые могут выпить греб-джюс, они должны сделать эту митцву через вино или греб-джюс. Конечно, вино желательно, чтобы было над мевушар. Не вареное вино желательно. Да, не мевушар. Почему? Не мевушар – это лучше, пользовать не мевушар. Но если есть родственник, который нерелигиозный, приходит за столом, будет сидеть, тогда лучше пользовать мевушар, вареное. Почему не мевушар? Потому что не мевушар, оно считается, мевушар – вино. Вино, которое вареное, есть спор между мудрецами, если на него можно говорить Борей-Приагефель даже. Понимаете? Так что желательно, чтобы был не мевушар. Но если, как я сказал, если есть родственник, который нерелигиозный, тогда надо иметь мевушар, чтобы не было никаких проблем. Вино, конечно, чтобы было красное вино желательно. Если нет красного вина, то тоже можно использовать белое вино. Бокалы. Должны быть такие бокалы, чтобы вы могли держать 81 грамм, или 84, 86. Но по закону даже 81 грамм вина минимально. Минимум – 81. Это по-американски будет, по аунцу будет 2.8 аунц или 3 аунца. Если здесь содержит 3 аунца вина, вот можно минимум – это минимум. Можно еще больше выпить, но минимум – 3 аунца, чтобы бокал держал 3 аунца. Это будет 81, где-то 81. Ну вот прям вот в обязательном порядке женщина должна. У меня диабет, я не могу, например, это пить. Что, вино не можете пить? Ничего не могу сладкое. Я чувствую потом нехорошо. Лучше купить такие бокалы, вот те, которые не могут очень много пить. Купить бокалы, которые имеют только 3 аунца. 3 аунца. Это немного, это очень мало. Маленький бокалчик. Да, это очень мало. Уже сначала, сейчас пойти и найти такие бокалы, которые имеют только 3 аунца. Налить их. И потом только выпить большинство этого бокала. Понимаете? Так будет легче нам. Так вы будете знать, сколько вам надо пить. Если вы берете такой большой бокал, да, а потом не знаете, сколько я выпил, сколько надо, сколько не надо, да, тогда будет тяжело. Но желательно взять уже такие маленькие бокальчики, которые только имеют 3 аунцы. И так вы будете знать, сколько вы выпили, и так будет легче каждому пить. И как мы знаем, все должны иметь свой бокал. Каждый имеет свой бокал. Хозяин дома говорит, этот кедуш, и после, как сказал кедуш, первую ночь, да, все сидят и пьют вино. И надо наклоняться на левую сторону, на левую сторону и выпить вино. Как надо наклоняться? Надо об чем-то, как бы наклониться. Не на воздухе, на что-то. Как бы на стул, как бы сзади стула, да, так, и выпить на левую сторону. Почему мы пьем на левую сторону? Ну, потому что есть у нас две, как бы, трубы есть. Да, с одной трубы, с правой стороны, как бы, с одной трубы мы дышим, с другой трубы мы пьем и кушаем. Поэтому, чтобы легче было нам выпить, поэтому мы наклоняемся на левую сторону. Но надо наклоняться так и так, чтобы чувствовать себя, как королей, да? Ну, почему на левую сторону? Потому что так, так, да. Окей. Если кто-то не выпил, а если кто-то не наклонился и выпил бокал вина, просто вот так сел и выпил, он из Митлана не вышел. Боя Агборна очень важна. Еще раз должен выпить без благослабления, должен выпить вот этот бокал вина. Должен выпить еще раз. Вторую ночь. Вторую ночь у нас в этом году есть, этот, попадает на церковь, так что надо будет сделать хавдала. Хавдала надо будет вторую ночь, внутри кедуша надо сделать хавдала. Окей? Якнехаз, это означает яин, сначала говорим благословение на вино, потом буре приагефен, потом кедуш, да? Потом нер на свечку, хавдала, и потом шейхъем. Окей? Якнехаз. Он бессамин пойдет? Не надо бессамин. Бессамин не говорят. На йомтов бессамин мы не говорим. И так же мы говорим благословение хамавдил бен кодеш, лекодеш. Лекодеш. Да. Почему? Что это обозначает? Что Бог, Он отделяет между святости и святости. Какой святости? Святости субботы и святости йомтов. Просто сказать, но при этом... Хамавдил бен кодеш, лекодеш. Электрическое нельзя, но можно будет варить. На шаббат нельзя варить. Так что это такая святость. А йомтов имеет свою святость. Что можно будет варить? Это же второй вечер. И что? Какая разница? Значит, завтра... Например, если обед приготовил до шаббата, можно согреть. На втором... Зажигать нельзя. Зажигать нельзя, но можно... Если есть огонь, можно будет громче сделать. Или с огня... Ауло-бауло. Но огня, который горит уже, с того огня можно будет зажечь. Окей. Это все... Это кадеш. После этого мы моем руки, урхац, и благословление не говорим. Чубрахонамеги. Потому что так, как мы будем кушать мокрое, что-то мокрое, зеленое, мокрое. И поэтому мы моем руки. Поэтому мы моем руки. Но благословление не говорим. Даже в середине года, например, если кто-то дал нам виноград, который мокрый виноград. Или надо его вытереть, перед чем кушать. Или руки помыть. Как мы моем руки, как на хлеб. Три раз правую руку, три раз левую руку. Но благословление ангелада им не говорят. И просто покушать этот мокрый виноград. Чего? Да, да, да. Покушать виноград. А здесь еще... И даже не один виноградик покушает. Да, да. Или лучше вытереть его с Навкином, если один кушаете. Карпа... Следующим мы кушаем карпас. Карпас ашчер. Значит, берут селери, сельдерей. Да? Маленький сельдерей. Макают его в соленую воду. И говорим благословление буре при Адама. Брахои буре при Адама. Не надо наклоняться на левую сторону. Нужно просто сидеть и кушать... И кушать вот этот карпас. Яхац. Яхац это означает... Следующая вещь это яхац. Есть три мацо перед нами. Берем мы серединную мацо. Разделяем на две части. Окей? Маленькую часть оставляем между две мацо. А большую часть, большую мацо, прячем для Афикумана. Русмы куни. Окей? И бадия мусар макуни. Холлахмо анио. Холлахмо анио. Дунита масо. Гифта. Начинаем. Холлахмо анио. Диахана. Батана. Все вот это читаем. И потом... Смотрите еще. Наливаем второй бокал. Наливаем второй бокал. И начинаем читать хагада. Ами ма ништана. Халай лазе. И весь ами хагада. Абадим хаину. Вот это все читают на второй бокал. На второй бокал. В середине второго бокала есть там место, где надо выливать, когда мы говорим, 10 наказаний. Это мы берем вино, которое есть у меня. И надо взять пластиковый стакан и перелить там, когда мы говорим, 10 наказаний. Дам, цифардея, килием, ару. 10 наказаний. Потом это вино, которое мы перелили, надо взять и вылить его. Вылить или выбросить его. Выбросить. Мы обычно мизинчиком. Или мизинчиком. Или это в тарелку выкинуть, да? Нет. Не, не, не тарелку. Просто это. Мы вот так, в тарелку. А, вы в тарелку делаете. Лучше, окей. Лучше вставить в пластиковый бокал, окей. А потом помыть эту тарелку, помыть. Просто сливать вот так в бокал, да? Да, вот так. Вот так, понемножку вот так, вот так сливать и все. А потом вылить это все, вылить его и выкинуть его в гармич. Главное, может, это делать и все. Не надо всем остальным это делать. Да. Окей. Потом, в середине, после как мы закончили читать, Агада, человек, когда читает Агада, должен понимать то, что он читает. Все должны читать. Лучше взять с переводом, читать с переводом. Или тот, который читает на еврите, чтобы объяснял другим. Чтобы все понимали, чтобы было интересно. И также в эту ночь надо рассказывать про Сикур, Итиад Митраим, про выход евреев из Египта. Вот это все надо рассказывать. В ту ночь, в эту ночь, это святая ночь. В эту ночь Ашем, в Зуар написано, что Ашем посылает ангелов и говорит им, Идите, слушайте, как мои дети говорят, мои восхваления. Вот эти ангелы приходят в каждый дом и слушают восхваления Бога. Кстати, они приходят, и мы там говорим про Путин, про Зеленка. Правильно? Да, про Жириновский. Заместо говорить про Муше, про Арон, про Ямсуф. Жириновский, Ахмад, это Маушон сегодня. Да. Окей. После этого мы берем второй бокал, говорим, есть там благословление, халель, там есть начало халеля, внутри Агада, правильно? После халеля говорят благословление. Баруха Таашем, Гаал, Исраэль. Бади Амун, дуем бокал, берем второй бокал и пьем его, тоже наклоняемся на левую сторону, но благословление Буре Преагефен не говорим. Буре Преагефен на вино, на бокал, только говорят на первый бокал и третий бокал. Второй и четвертый бокал Буре Преагефен не говорят. Окей. После этого мы моем руки еще раз, да, Магид Рохца, моем руки, в этот раз, Брахом Мегим, Альна Тилятедайм. Окей. Моем руки как на хлеб, опять, да, три раза правую руку, три раза левую руку. Потом берем человек, который ведущий, есть около него два с половиной мацот, правильно, держит он, держит он эти две с половиной мацот, говорит благословление, Баруха Таашеме, Лукену Менха Улам, хамутси лехем мин ха арет, так как нам надо, так как это йомтов, и нам надо лехемишне, лехемишне это означает два целых мацот, поэтому хамутси лехем мин ха арет, он говорит на два целых, верхние целые и нижние целые. А потом он оставляет нижнюю мацо и держит один с половиной мацот, который у него в руках. И говорит благословление, Алла хилят мацо. Алла хилят мацо. Окей? Потом ломает вот эти куски, это мацо, и можно раздать, как бы, один маленький кусок от мацо людям, окей? Почему, чтобы они тоже вышли из митвы лехемишне. У них тоже должно быть два, как бы, они тоже должны были сказать на две мацот, но у них же нету два мацот, так что я могу дать маленький кусок, и также дать им, и каждый из них должен покушать минимум 27 грамм мацо. 27 грамм мацо, или желательно, чтобы поели 54 грамм мацо. А теперь как они могут знать, если они кушают 27 грамм мацо, или они кушают 54 грамм мацо. Так что до Песоха надо принести весы, поставить весы. Есть у нас весы, да, я покупал весы у себя дома, так что я беру мацот, ставлю на весы и приготавливаю 27 грамм мацот, ставлю в зиплак, да, и каждому человеку потом раздаю. Сразу готовите, это заранее? До Песоха. Да, до Песоха, заранее. А когда я буду готовить? На йомту я не могу его готовить, они электронные весы, да. И каждый, кто сидит, и каждый маленький кусок мацо с этой сеточкой берет, и каждый кушает свой козай. Там уже не надо взять кусочек отсюда, да? Нет, отсюда берут, чтобы отсюда, и вот эту сеточку, и вот этот зиплак. Каждый кушает свой мацо, и так они знают, что они поели 27 грамм мацо. Но желательно, как я сказал, кушать 54 грамма мацо, тогда это будет 2 сеточки покушать им надо. И все. Потом. Без воды. Желательно без воды. Если человек не может, он хочет, например, пить воду, тогда может выпить воду. Но желательно покушать эту мацо. Мацо тоже надо кушать, надо тоже наклониться на левую сторону, облокотиться на левую сторону, и кушать мацо, наклоняясь на левую сторону. Если человек, скажем, он не наклонился, должен еще раз покушать мацо. Поэтому нам надо быть осторожным. Наклониться на левую сторону и кушать мацо в течение 4 до 7 минут. Надо быстро кушать. Так что не надо там рассказывать, сказать, чхе мацо тамашнахс, чхе инсах, чхе им алоим, чхе им вай, чхе им вай. И надо быстро-быстро кушать эту мацо. Потому что надо ее закончить с 4 до 7 минут. Эту мацо надо нам быстро закончить. После этого мы кушаем марор. Марор. Марор мы берем ку. Куэ мэ крему. Значит, салат. Вот это ку. И тоже надо кушать 27 грамм ку. Откуда я знаю, если 27 грамм? Опять. До праздника надо приготовить на весы. Поставить на весы. Взвешивать эти ку. И взять большие листики, чтобы они вышли 27 грамм. И потом до праздника мы берем его, макаем этот харосет, халекотарка. И говорим в благословлении Барухата Ашеминадиму Халмам. Один листик выходит? Смотря какой. Иногда большой. Иногда выходит. Иногда нет. Если есть маленькие, есть большие. Маленькие не выходят, большие выходят. Но есть израильские, которые большие. Израильские. А так они маленькие. Маленькие надо 2-3 покушать. Так что до этого надо приготовить. Лучше поставить сетку, и так будет легко. Нам будет легче кушать, и мы будем знать, сколько нам надо кушать. Очень будет легко. Вот марор. Когда мы кушаем вот этот салат, этот Коу, надо быть осторожны тоже, чтобы покупать его с магазина или с того места, чтобы он не имел никакие черви. Да, чтобы он чистый был. Тап Тоза Боша. Чтобы черви не имел. Самим чистить. Если мы не знаем, как чистить, мы не сможем его чистить. Во время Песоха во всех еврейских магазинах продают чищенные уже продают. Что-то в Кедагогибе и прочее. Мы в хорошем состоянии. Надо искать. Почему? Да, да, несколько дней до, надо пойти искать. В хоро-парке можете пойти. Окей, можете, если будете искать, найдете. Вот, слава богу, ищем в Бинго или Киарэм, Колэль. Можно пойти искать, и можно найти хорошие. Вот такие большие-большие коробки. Большие, огромные. Приносят они Коу. Может, надо сидеть там и искать. Какие Коу хорошие. И выбирать надо. Если вы в Квинтс пойдете, я не знаю, там какой большой. А какие дорогие еще вот это вот? Разница, дорогие-недорогие. Я вообще говорю, хоть бы я купила пару раз, я так пролетела. Мало того, дорогие... Еще раз, опять, вам надо до этого, надо пойти и найти, искать. Надо искать, надо проверять. Хороший штаб. Да, чтобы хорошее было. Почему? Они их привозят из Израиля, привозят иногда. Да, и как бы нет у них, как бы много места их держать. И поэтому, поэтому иногда там, да, они портятся. Уже сюда приходит что-то. Да, да, да. Но все равно надо их просто промыть через каждый из них. Каждый листик нам надо промыть. Там чищен, но не мытый получается, да? Да, да. Чищен, но не мытый. Да, да. Чищен, но не мытый. Есть некоторые, которые компания Пазитив. Пазитив. Они все чищены, их даже не надо мыть. Но они маленькие-маленькие. Пазитив. Окей. После этого мы делаем корех. Кореха, вообще, берут сэндвич. Опять берут 27 грамм маца. Да, откуда мы будем знать. Надо опять, надо вот это сэндвич, который имеет... Есть там 27 грамм маца, гамну гифте. Коу опять ставим 27 грамм. Делаем сэндвич. И макаем его халеко. И кушать его опять. Наклоняться надо на левую сторону и кушать его. Корех. Почему мы так делаем? Потому что в Торе написано, что надо кушать ал-мацот умрорим йохлюгу. Надо кушать мацот умрорим. Мацот им и маро. Ответ. Это обозначает по отдельности надо кушать или вместе надо кушать. Есть мнение, которое говорит, что надо по отдельности. И поэтому мы так и делаем. Мы кушаем его сначала по отдельности. А есть мнение Гилеля. Он держит, что надо их вместе кушать. Поэтому, чтобы выйти из митцвы, по его мнению, мы тоже кушаем... Мы делаем сэндвич и кушаем его... Да, мы кушаем его тоже как сэндвич. После этого кушаем шулхан орех. Начинаем трапезу. Судови с армией. Когда кушают трапезу, тоже не надо очень много кушать. Почему? Потому что есть у нас... После этого есть еще... После трапезы еще надо будет кушать. Еще одну мацю надо поесть. Будет тяжело. Поэтому не надо очень много кушать. Шулхан орех. Если насмена кушать яйцо, например, яйца. Почему яйца мы кушаем? И запомнить из-за жертвоприношения, которого у нас нет сейчас в данный момент. Это называется жертвоприношение хагига. Каждый праздник евреи приносили жертвоприношение Богу, как хорбан хагига. Но нет у нас в данный момент. Из-за этого мы кушаем яйцо, как знак траура. Знак траура, что нет у нас вот этого жертвоприношения. Надо укусить его что-ли? Не-не-не. Просто мы кушаем яйцо. Кушайте, разрезайте. Да. Я думала, как в памяти... Не-не-не. Окей. После как поели трапезу, мы кушаем афикуман. Афикуман... Это вот это масло друзей, который русский дым. Тот, который спрятали маца. Вот берем вот этот кусок и раздаем каждому человеку. И вместе с этим куском мы кушаем еще 27 грамм маца. То есть, афикуман, минимум 27 грамм маца. Желательно кушать 54 грамм маца. Вместе с этим маленьким куском. Окей? Так что наклоняемся на левую сторону и кушаем маца. Окей? Минимум 27 грамм маца. Или лучше кушать 54 грамм маца. Наклоняться на левую сторону. После как поели афикуман, уже после этого уже нельзя будет ничего кушать, кроме чего? Кроме воды. Можно будет пить воду или и также можно будет выпить два бокала вина. Вот остальное, которое осталось. Вот это два бокала вина. Окей? Но, например, дезерт, фрукты и так далее, это все надо кушать до того, как мы кушаем афикуман. Да. Окей? А нужно покушать эти фрукты? Можно же не покушать? Конечно, не обязательно. Не обязательно. Да, да, да. Так и так, и поздно будет. Но просто люди вытаскивают там орешки, вытаскивают, или фрукты, или сладости. Это все не надо, это все. Все не надо. Но если кто-то это делает, это все надо делать до афикуман. После афикуман только можно воду выпить. Или, как я сказал, два остальных бокала вина. После как мы закончили кушать афикуман, наливаем третий бокал, окей? И говорим биркат амазон. Новорай хмегу. Биркат амазон на третий бокал. И мы должны держать, когда говорим одно. Да, да, да. Говорят на третий бокал. После как сказал биркат амазон, говорим благословение на третий бокал. И наклоняемся на левую сторону и пьем вино. Да, вот это вино, опять наклоняется, надо на левую сторону. После биркат амазон, говорят халель, барех, халель. До того, как начать халель, надо наполнить четвертый бокал, окей? Четвертый бокал наполняем. И говорим халель на четвертый бокал, окей? Весь халель надо говорить на четвертый бокал. После как закончили четвертый бокал, после как закончили халель, пьем мы четвертый бокал без благословения. Борей приагефен, больше не говорят. Как я сказал, первый бокал и третий бокал говорят борей приагефен. Опять наклоняемся на левую сторону и пьем четвертый бокал. Желательно, желательно, те, которые пьют понемножку, пополовину бокала, желательно четвертый бокал выпить все. Почему? Чтобы можно было сказать благословение, тройное благословение. Алла гефен, вя приагефен, который есть у нас в Сидуре. После как выпили четвертый бокал, бадаши мякунан, нирца, это обозначает, начинаем мы петь песни, якумин, киме, донан, каждый по своему обычаю, джонбуз, гаула, на своем языке. Те, которые поют на английском, поют на английском, те на иврите, на бухарском, на русском, каждый по своим обычаям начинает петь. Окей, мы должны готовиться, конечно, на празднику Песах, приготовиться Агада, читать эти Агадут, понять, понимать перевод, объяснение, разъяснение. Это вечер, Песах, знаете, что это обозначает? В Торе у нас написано, ки шалха бин ха, когда твой сын у тебя спросит, в будущем тебя спросит, для чего ты все это делаешь? И ты должен будешь ему рассказать, когда это вечер Песаха, шиви песха. Это вечер, когда мы передаем нашу традицию кому? Нашим детям. Понимаете? Почему я это делаю, Песах? Потому что мой прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап да будем делать вот эти праздники может быть по-другому но будет тоже все вот эти праздники так что нам надо вот это все приготовить надо детей детям научить про песах вот именно в этот вечер до рассказывать им истории песаха или свои истории рассказывать им да как мы проводили песах чтобы они вот этот все знали как как сколько мы как как союзе или да и даже в америке сколько мы делаем что вы опять сколько моя опять нет не просто не показывайте как боль но как мы это все делали с любовью тем вот это главное тоже что дети видели что мы это все делаем с любовью как как большие работают, четимое кажутся в шриб Aíx Рыбай говорят, почему первые американские евреи когда приехали в Америку первые они все были религиозны. А их дети не стали религиозными. Почему? Потому что когда они приходили, потому что был закон в Америке, что каждую субботу надо было работать. И не было такого, что отдыхаешь на субботу. Окей, люди религиозно приходили, работали шесть дней. На субботу они говорили я завтра не приду, если не придешь. Воскресенье тоже не приходи. Люди проходили, так что Амадам Чмякэ проходил к себе домой на шаббат, он говорил, ой, ой, как тяжело быть евреем. Дети это слышали, дети это слышали, да? Ой, как тяжело быть евреем, так что он говорил, для чего мне все это надо, Иби? Для чего мне это все надо? Для чего мне все эти тяжести надо? Надо показывать детям, что с любовью мы это делаем. Они тоже хотели, чтобы у них было это желание продолжать вот это, что мы делаем. Окей, здесь мы остановимся.